Время новостей на нашем телеканале По данным Генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям, 64-летняя жительница села Игнацея Резинского района получила ожоги первой и второй степени 85% поверхности тела после попытки разжечь печь бензином. Огнеопасная жидкость попала на одежду пострадавшей, которая тут же загорелась. Женщине была оказана неотложная медицинская помощь, после чего она была доставлена в Резинскую районную больницу, где находится под наблюдением врачей. По сообщению ЕЧС, ее состояние стабильное. В связи с этим спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить огонь в печах с использованием легко воспламеняющихся жидкостей, таких как бензин и керосин. Также граждан просят не перегружать отопительные печи, не размещать возле них одежду, мебель и другие вещи, а ночью тушить огонь. Полиция установила личность женщины, которая предположительно бросила своего двухлетнего малыша на лестничные площадки многоквартирного дома в муниципе Бельцы. По данным правоохранителей, женщина родом из города Бендеры. Ей 22 года и у нее есть еще один ребенок. Свой поступок она объясняет тем, что оставленный мальчик болен и она не в состоянии содержать двоих детей. Напомним, в начале декабря в Бельцах на лестничной клетке жилого дома нашли ребенка. Рядом с ним лежала записка, в которой говорилось, что мать не может содержать мальчика. Малыша экстренно госпитализировали в Бельскую клиническую больницу с диагнозом недоедание, бронхит и подозрение на пневмонию. Полиция возбудила уголовное дело, а женщине, если ее вина будет доказана, грозит штраф в размере 27,5 тысяч леев до 240 часов общественных работ или до двух лет лишения свободы. В Бендерах на ходу загорелся троллейбус номер 5. Пламя появилось в передней части салона. Видео с места происшествия выложила в сеть одна из пассажирок. Как сообщается в телеграм-канале ТСВ, в транспорте находилось 25 пассажиров. Троллейбус вот так, который у меня ехал, загорелся. Прикольно, да? Водитель остановился, когда заметил дым и попытался сам потушить пожар. Как сообщает местная СМИ, всех пассажиров эвакуировали и пересадили в другое транспортное средство. Троллейбус номер 5 курсирует через весь город Бендеры. Отметим, это не первое подобное происшествие. В прошлом году, 17 февраля, во время рейса загорелся троллейбус, следовавший по тому же пятому маршруту. В салоне находились 24 человека. Огонь потушили прибывшие пожарные. Никто не пострадал. Тогда повесты пожарных возгорания произошло из-за неисправности электрооборудования контактной панели в кабине водителя. Десятки домохозяйств на Ваненском районе еще не получили дрова, компенсируемые правительством. Некоторые устали ждать и приобрели их по рыночным ценам. Те же, кто не может себе этого позволить, говорят, что топят хворостом и всем, что могут найти вокруг своих домов. По словам примара одного из сел района, ситуация серьезная, и он не знает, что отвечать людям, которые к нему регулярно обращаются. Мы попытались получить информацию о данной ситуации в агентстве Молтилова. Там пообещали представить ее позже. Из 198 жителей села Мирениной на Ваненского района, обратившихся в примарию, дрова по льготной цене, обещанные правительством, получили только 30 человек. С дровами очень-очень-очень катастрофическая ситуация, очень проблема большая. Мне сегодня предложили из Шерпен или из Пей 100 кубов тополя. Но вы знаете, что такое тополь топить в печке? Это бумага, которая не дает тепло. Жители ежедневно приходят насчет дров. Люди плачут, честно говорю, люди плачут, потому что холодно в домах. Среди таких сельчан, которые ждут обещанные властями дрова, и Анна. Чтобы не замерзнуть, женщина заплатила аванс, но обещанных дров пока так и не увидела. А те, что продаются по рыночной цене, ей не по карману. Ее пенсия всего 2000 леев. Они дали инвалидам. А я заплатила за дрова, но мне ничего не дали. А сколько вы заплатили? Где-то 2070 леев за три куба. У нас там есть хворост, и мы разводим огонь. Но дальше не знаем, что будем делать. Экономите? А как же? Как не экономить? Разогреваем примерно до 16-17 градусов. Ждем, когда нам дадут эти три куба. А этот мужчина рассказал нам, что устал ждать обещанную помощь от государства и приобрел дрова по рыночной цене, потратив более 27 тысяч леев. Я привез машину из Приднестровского региона и одну взял у торговцев на дороге. Сколько это стоило? Там в Приднестровье за 1850 леев, а здесь на дороге за 1600. Я зарегистрировался в премырии, пошел, взял деньги. Они сказали, что дадут дрова 10-го числа, потом 20-го, а сегодня уже мороз. Люди уже не знают, что делать. Они вынуждены идти покупать 0,7 кубов по 1800 лей оттуда страз. Люди вынуждены идти на это, потому что холодно. Это подождите, еще нет снега, морозов, минус 10, минус 15. У них не хватает дров. Это вот они сказали прямым текстом, нехватка дров и дров на всех не хватит. Три дня назад вице-премьер Андрей Спыну на пресс-конференции заявил о намерении закупать дрова в Румынии. Уже достигнуты все договоренности. В скором времени дрова поступят в Республику Молдова. Установлено время поставки. Обратились в Министерство окружающей среды. Министерство окружающей среды, в свою очередь, перенаправили нас в агентство Молтилва для получения информации о дровах из Румынии, о том, какое количество их уже было продано населению и об имеющихся запасах. Пресс-секретарь Молтилва Ион Вулпия пообещал предоставить запрошенную информацию позже, когда получит ответ от ответственных специалистов. Согласно данным статистики, в период 2015-2020 годов площадь лесов в Молдове сократилась на 1,7%. Напомним, в середине сентября правительством был запущен сайт lemne.md, на котором граждане могут получить информацию о порядке распределения дров в холодное время года. Через этот портал можно узнать информацию о наличии дров, их цене, контактном лице, с которым нужно связаться для их приобретения. Несколько месяцев назад правительство объявило, что выделяемое количество дров можно приобрести в два этапа по той же цене, что была в прошлом году, и что стоимость древесины твердых пород составит от 550 до 875 леев за складометр, а для древесины мягких пород цены будут варьироваться от 350 до 475 леев. По этим ценам потребители могут приобрести 5 кубометров дров. Чтобы цена на древесину не росла, власти выделили агентству Молтилва более 64 миллионов леев в качестве компенсаций. Согласно официальным данным, ежегодно в холодное время года потребители используют около 1 миллиона кубометров дров. Для того, чтобы обеспечить население дровами, правительство решило, что лесотехнические работы в Национальном лесном фонде, запланированные на весну 2023 года, будут проведены раньше. Посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Воснецова на прошлой неделе вызвали в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, где вручили ноту протеста в ответ на высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес президента Майя Санду. Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Папеску в эфире передачи на Журнал ТВ. Наш телеканал обратился в посольство РФ в Молдове за комментарием однако по номерам на сайте депмиссии никто не ответил. Глава МИДы Нику Папеску подчеркнул, что нападки на Майю Санду, исходящие в последнее время из России, не могли остаться без внимания. Это агрессивная, неприемлемая риторика. После недавних заявлений госпожи Захаровой посла России вызвали в МИД, где вручили ноту протеста за прямые оскорбления в адрес президента Республики Молдова. Заявления министра прозвучали после того, как на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала поправки в кодекс о выборах, утвержденные во втором чтении 55 депутатами от ПДС. Она призвала руководство страны не принимать решения, которые могли бы привести к обострению и без того напряженных отношений между двумя государствами. Изменение избирательного законодательства, как вы знаете, это внутреннее дело каждого государства, в том числе и Республики Молдова. В то же время необходимо понимать, что упомянутый вами законопроект, который, насколько известно, еще не вступил в силу, он затрагивает интересы русского русскоязычного населения Молдавии. А там, просто чтобы оперировать фактологическими данными, около 80% жителей в той или иной степени владеют русским языком. И более 220 тысяч человек имеют российское гражданство. Кто-то это там учитывал, эти все данные? Осенью 2020 года, хочу вам напомнить, тогда еще кандидат в президенты Майя Санду, гражданка Румынии, заявляла, что в случае победы приложат максимум усилий, чтобы сфера использования русского языка, как она сказала, была на уровне. Мы призываем руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действия, которые могут привести к обострению без того напряженной ситуации в Республике, нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией. В администрации президента на это тогда ответили, что не комментируют заявление. А в МИДЕИ подчеркнули, любому русскоязычному, который столкнется с трудностями во время голосования, помогут сотрудники избирательного участка. Там заверили, что в случае обращений бюллетени напечатают на другом языке. МИДЕИ напомнили, что печать бюллетени на румынском языке – внутреннее решение Республики Молдова, основанное на консультациях, в том числе с международными организациями. Новый кодекс о выборах в двух чтениях приняли 1 декабря. Поправки разрешают проводить голосование в течение двух дней, субботы и воскресенья в исключительных случаях, таких как пандемия или чрезвычайное положение. Напомним, Мария Захарова также раскритиковала заявление главы государства Маисанду о том, что Россия оставила Молдову в холоде и темноте. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва помогала и всегда помогает республике, и не по ее вине страна осталась без электричества. По мнению дипломата, обвиняя Россию, молдовские власти пытаются отвлечь население от внутренних проблем. Президент отказалась комментировать обвинение. Партия ШОР провела сегодня новую акцию протеста. Члены и сторонники политформирования собрались утром у здания парламента, где сегодня проходит заседание. Манифестанты требовали повышения заработной платы, увеличения минимальной пенсии по меньшей мере до 4 тысяч леев, а также выплаты единовременной помощи от государства в размере 10 тысяч леев. Они также выразили недовольство в связи со счетами за коммунальные услуги, назвав их высокими и неподъемными. Протестующие также потребовали отставки главы государства организации досрочных парламентских и президентских выборов. На просьбу прокомментировать акцию протеста и требования протестующих главный консультант управления коммуникации связи с общественностью парламента, Светлана Руденко сказала, что не будет этого делать. А начальник отдела коммуникации администрации президента Ирина Гатишан не ответила на звонок и сообщение, отправленное нашим телеканалом. В понедельник парламент одобрил налоговую и таможенную политику на 2023 год. Документ предусматривает увеличение с января следующего года зарплаты бюджетникам на 1300 леев. Но в то же время из-за нехватки денег пенсии проиндексируют только на 14%, а не на 30, как предусмотрено законом. Между тем для некоторых категорий прибавка будет выше, в том числе для министров, зарплата которых увеличится почти на 2000 леев. Во время съезда «Мы Молдова», организованного на прошлой неделе партия Шор, Илон Шор заявил, что готов занять пост премьер-министра и привлечь 10 миллиардов евро инвестиций, которые позволят Молдове избавиться от бедности. Ранее президент Майо Сандо заявил, что власть не намерена уходить и прилагает усилия, чтобы помочь гражданам за счет повышения заработной платы и предоставления компенсаций за газ, свет и тепло. Власти связывают рост цен с кризисом в регионе, вызванным войной в Украине. Курение на балконах жилых домов, квартир или общежитий будет запрещено. Это касается многоквартирных домов, в которых проживают беременные женщины или несовершеннолетние. Законопроект, предусматривающий такое ограничение, одобрен правительством. Ответственность за его соблюдение переходит от Министерства здравоохранения к Национальному агентству общественного здоровья. В связи с этим, дополнит и Кодекс о правонарушениях, согласно которому курильщики, не соблюдающие новые правила, будут нести наказание. Законопроект должен быть рассмотрен и одобрен в парламенте. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 20.45 на телеканале ТВ6 и в 22.00 на Архи ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин